Нижегородская область Во-первых, Жириновский талантливый демагог и авантюрист Во-вторых, Жириновский презирает людей, считая их полными идиотами и дураками И далее, Жириновский крайне двуличный человек Он с утра может обниматься с Дудаевым, а после обеда целоваться с Ельциным К счастью, народ наш уже все это понял Страшные события, безусловно Такого не было ни в одном среде мира вообще никогда По-моему, мировую историю это самый крупный случай терроризма, да, Борис Федорович? Такое количество людей Ну, конечно, да Поэтому мы решили поехать И был план, определенный план, который можно было осуществить И сейчас наш депутат Кашпировский находится в больнице Место заложников и как врач-психотерапевт пытается воздействовать на главаря Шамиля Басаева Это вот часть... А что же вы раскрываете планы? А вдруг Басаев сейчас... Нет, это отлично все телевидение, я все знаю В больнице не работает? В больнице телевидения, радио ничего нет, поэтому исключается, что кто-то что-то услышит или увидит Ковалев якобы с ним договорился, что он будет уполномоченным, вести с ним переговоры Абсурд! Один телефон, только в оперативном штабе, только один номер, знает только один человек Буденовский, поэтому только через него можно вести переговоры с Шамилем Переговоры, что-то там договорился, ложь И Ковалев, и Шабат, и Рыбаков, и другие депутаты ходят по городу и провоцируют население мешать армии каким-то образом уничтожить этих повстанцев, этих террористов А переговоры возможны только из одного кабинета, который нас с трудом допустили Я переговорил с Шамилем по телефону, но когда мне оперативный штаб помог Я так скажу, что то, что произошло в Буденовске, это как раз следствие политики, которую пытается провести Жириновский на самом деле Потому что он, как известно, ратовал за военный путь решения проблемы Чечни Он, как известно, неоднократно выступал в Государственной Думе, есть соответствующие документы Но юмор-то в том состоит, что как раз Владимир Вольфович относится к разряду тех людей, которые при этом отмечают годовщину независимости Чечни вместе с Дудаевым Об этом Киселев, как вы знаете, в апреле говорил Поэтому визит туда Жириновского, мне кажется, это абсолютно абсурд Это абсолютно абсурд Он носит чисто провокационный характер Черномырдин, да, должен был поехать, безусловно Ельцин должен был поехать, безусловно Что ему там делать? Он с Дудаевым обнимается, что ему там делать? То, что Киселев показал по телевидению, это было два года назад, когда никакой войны не было Это был 93 год Вы отмечали День независимости Чечни Это неважно, это праздник местный их Что бы на ней отмечали, он туда пригласил всех лидеров, любых партий И все испугались ехать Я поехал специально, чтобы показать, что я не боюсь ехать в логово Которое сегодня наш президент Ельцин назвал как гнездо терроризма в мировом масштабе Я поехал туда и обнимался со всеми Там и Аушев там был, и Гомсахурдия покойный там был И были руководители Ставрополя, Краснодара Это неважно, это встреча людей, облеченных властью на данный момент Я не оппозицию к Ельцину и Черномыдину, я буду с ними обниматься, целоваться Это люди, облеченные властью сегодня Дело в том, что сейчас в Госдуме создана комиссия Ее возглавил председатель комитета по безопасности Виктор Илюхин Там будут обсуждаться не только вопросы, с Гомсахурдией встречались или без Там будут обсуждаться вопросы, договаривались ли Жириновский с Дудаевым по ставкам оружия Там будут обсуждаться вопросы, как насчет экспорта нефти из Грозного И там будет обсуждаться вопрос, договаривались ли сделать Чечню по-настоящему независимую Вот все эти темы сейчас обсуждает Краснодар Илюхин Надо просто дождаться, когда это закончится Кстати говоря, за это проголосовал 289 депутатов Госдума, правильно? Все закончилось давно Да нет Все уже давно закончилось Вам лучше знать, да вы в Низинопроводе, а я в Госдуме Да я в Совете Федерации Комиссия закончила работу и никогда ничего не найдет Это ваш друг Гайдар это все сделал И прочие, которые управляли страной и до сих пор управляют Мы, депутаты, как мы можем вообще эти вопросы обсуждать? В 1991 году кто вооружил его? Кто оставил там войска? Вы же знаете прекрасно Называли же фамилии маршалов Учтите, кстати, победив на выборах И голосуя за бюджет, голосуя за все решения Вы несете полную ответственность за то, что происходит Вы заблуждаетесь Люди нищают, люди не получают денег В том числе из-за того, что вы так себя ведете Бюджет единственная партия, которая, это наши, не проголосовали Проголосовали, есть поименное голосование Я говорю еще раз За бюджет голосуются 4 раза в год Вот в июле 1994 года мы единственная фракция, которая не проголосовала Мы единственная фракция, которая периодически ставила вопрос об отставке тех или иных министров И за отставку правительства Значит, Гайдар, во-первых, вчера заявил, что он будет голосовать за отставку Если не наступит мир в Буденовске Я вообще, кстати, считаю вот что Вот смотрите, как хронологически были события в Буденовске Вы в пятницу вечером, как известно, туда вылетели, правильно? Да Потом вы туда приехали, встретились с Ерином, со Степашем Встречались? Нет, напрямую встреч не было Мы же приехали не с ним А потом вдруг неожиданно начался штурм Вас это... Как вы думаете? Это что такое? Что такое случилось? Приехал из штурма часа Да, понимаете, через несколько часов начался штурм Что должен делать депутат миротворец? Он первый должен прийти в больницу Куда? В больницу В больницу никто не может прийти Что же вы не пошли к больнице? Больницу кто подойдет? Ну вас Кашпировский там сидит в больнице Слушайте внимательно В больницу кто подойдет, будет уничтожен Или снайперами и террористами А Кашпировский как туда попал? По договоренности, по телефону мы сгоним Мы в разговорности были там, вы что не знаете? Мы там были, разговаривали Вот в больнице вы должны сидеть Если вы хотите спросить Были наши депутаты Но хозяином больницы Басаев Мы пришли и наши депутаты поговорили и ушли Так было несколько заходов Это не имеет значения Единственное, он разрешил Кашпировскому быть остаться И то мы не знаем подлинных событий Мы же не можем сейчас об этом говорить Но тот факт, что Борис Евсимович пытается провести пролей Вот приехал Жириновский, сейчас я штурм Конечно Никакие уговоры не помогут Потому что это люди уже Ведь Басаев, он хвалился Сколько он уничтожил Если вот показали его интервью В всей нашей стране Сотни людей он собственноручно уничтожил Наших россиян Человек, который убийца сотен и сотен людей Где бы то ни было В Абхазии это было В Чечне, в Ставрополе Это человек, который может быть больше, чем какой-нибудь там То есть его можно только штурмовать, да? Только штурмом Бесполезно все остальное Поэтому то, что вчера был утром штурм Еще раз попытки, еще и еще В любой стране мира уже давно бы уничтожили Это же безумная идея Штурмовать здание, где находятся тысячи детей Женщин, стариков Это безумная идея Совершенно понятно, что в результате штурма Басаев останется живой А погибнут как раз невинные люди Что это за идеи такие? Человек-ненавистнические Совершенно понятно, что надо вести переговоры И я абсолютно уверен, что можно договориться Но совершенно понятно, что пушки не должны говорить Когда дети стоят в окнах Это же безумное предложение Пушки не говорят Четыре дня пушки не говорили Вчера вся страна видела, как они не говорили Но с момента захвата И как кричали люди, которые выходили оттуда Чтоб только не стреляли Сейчас Жириновский говорит, стрелять Тысячу человек По бандитам стрелять По каким бандитам? Кто там будет разбираться? Разбираться будет В окнах стоят люди В окнах стоят люди, а где бандиты сидят, там никого нет Вот по тем окнам и бить надо Да Вы военничек в армии были когда-нибудь? Были Были Кем вы были в армии? Я был Что вы возили? Я был лейтенантом Что значит возили? Я офицером был, а вы же были сержантом, наверное, солдатом Нет, почему? Я был лейтенантом Я думаю, что сейчас уже... Я думаю, что все равно никто из нас не может... Я прошу прощения Никто не может сейчас сказать точно, как вести спасательную операцию Да, видел Их видел весь мир Я прошу прощения, Никто Я прошу прощения Обычная районная больница, не детская Да, да, да Борис Ефимович, Владимир Владимирович Не заставляйте меня вспоминать Руслану Район Шахблатова и выключать микрофоны Обычные больные Я вас очень прошу У меня вопрос Никто из нас, на самом деле, сидящих здесь, не может точно сказать, как правильно вести спасательную операцию Потому что это слишком, наверное, специфическая профессия Но всего два выхода Переговоры и штурм Переговоры велись три дня Четвертый день, два часа штурм Снова двое суток переговоров, постоянно идет чередование Политических переговоров уже не было Идут, только политические идут Только политические, постоянно идут Но что происходит, когда губернатор говорит, жертвой Идут переговоры и трупы выбрасывают Ведь больные-то гибнут без питания, без электричества А со стрельбой они не будут гибнуть? Со стрельбой пять погибло А вот просто так, пятьдесят Пять наших солдат только погибло А сколько заложников погибло, никто не знает Я вам говорю, что вы здесь сидите Я только что оттуда Я разговаривал с людьми, вышедшими из больниц Ни один больной не погиб Ни один медработник не погиб Погибло 11 солдат А журналисты передали, что уже погибли Журналисты лгут Нет, мои журналисты не лгут Я оттуда У меня там тоже находится человек Ни один больной, ни один медработник, ни один мирный житель В настоящем виде не погиб Погибли только солдаты и террористы Это нормальное состояние Вооруженные люди входят в конфликт, естественно, они стреляют и жертвы неизбежны. Но даже если вы погибли во время штурма кто-то еще, надо брать общее количество жертв. Общее количество жертв. Что сделал этот бандит, когда он вошел в город? Они мне рассказывали, жители, немцы этого не сделали в Ставрополе в 41-м году. Выгоняли людей под автоматами, ложись и гнали в больницу. Это что? Это же в прямом виде бандитизм, когда врывается банда в город и такие чудовища устраивают. Если правительство уйдет в отставку, то ничего страшного в принципе не произойдет. Надо будет сформировать новое правительство. У президента есть конституционные полномочия, он может это сделать. Но я считаю, что правительство еще не исчерпало все возможности. И Черномердин и ночью сего в воскресенье говорил по телефону с Басаевым. Я думаю, что еще есть шанс встретиться, в том числе и с бандитами. И только после того, как все возможности будут исчерпаны, только после этого можно однозначно сказать об отставке или нет. Понимаете, пороть горячку в таких ситуациях это очень опасно. Нужно все-таки по-гуманному относиться, в том числе и к тем событиям кровавым, которые там случились. Если сейчас следовать этой логике, то во время штурма вообще ничего не разберешь. Там никто не будет выяснять, кто в кого стреляет. Это же страшная паника. Тысяча людей, люди в состоянии абсолютного аффекта. Вчера вся страна весь мир это видела. Он просто ничего не видел. Он же сидел там в Буденовске, ничего не видел. Вся страна видела. Ну что, может человек нагло так вот лгать? Я там был, а вас там не было. И вы мне так говорите, я не видел там. Я сидел напрямую и видел все это. Вы сидели что, любовались, как стреляют по округам? Почему стреляют? Почему любовался? Ну я оттуда приехал, это маленький город. Когда видно, вот горит больница, я ее вижу собственными глазами. Я вижу людей выходящих, я с ними разговариваю, я вижу солдат. Я с ними разговариваю, оперативный штаб. Мы там находимся, а вы, как зрители, издалека начинаете рассуждать. Это трусливые бандиты. Как только наши войска нанесли удар, тут же 150 человек выпустил. И каждый час опускают по 30 человек. И все уйдут из больницы, никого пальцами тронет. Бандиты понимают только силу. Никогда еще в мировой практике ни одни бандиты просто так не ушли после захвата заложников. Их убивают. Разные бывали. Или они отпускают и уходят. Пожалуйста, два варианта. Ему предложили самолет, деньги за границу. Мы ему предложили любые деньги. Вот все. Значит, только уничтожение. Только уничтожение. Другой выход невозможен. Потому что любые террористы во всем мире, им нужно уехать. Они для этого захватывают заложников. Прекращение боевых действий на территории Чечни. Надо идти на это. Нет никаких проблем. Переговоры о разводе войск. Я, правда, не очень понимаю. Но надо сейчас соглашаться на все. О разводе так о разводе. Провести общенациональный референдум о судьбе Чечни. Это в результате переговоров, я думаю, снимется этот вопрос, поскольку он безумный. Почему сразу слушать безумцев, я не понимаю? Ну, зачем нельзя безумцев? Оставайтесь с нами. Я бы сказал, что вы негодяй. Партия ЛДПР проиграла полностью все местные выборы. 16 кандидатов от его партии не получили ни одного мандата. Ноль. Вот. И я ему предложил, перед тем, как замахиваться на президентский пост, я предложил Жириновскому участвовать в губернаторских выборах. Потому что, не имея ничего за душой, кроме болтовни, да, стать президентом, стать президентом, это маловато. Сидеть человек и такую... Короче говоря, я... Я ему предложил. Изумец болтовня. Я ему предложил. Я же могу сказать тоже... Я ему предложил, он отказался, вот и все. Ну, вы лучше говорите про вашу область, что вы сделали как губернатор-то? Вы что сделали? Да нет, вы... Кроме сифилиса, преступников, что у вас есть еще? Назовите мне. Дифтерия, что еще есть? Развальные колхозы, что еще есть? Видите, папочку принес, он же не знает, что есть. Я вам сейчас... Документ, я приезжаю в область, заказывают автобусы, чтобы депутата Жириновского сопровождать. Посадил на группу негодяев, которые приехали саботировать мой въезд в город. Вот он, пожалуйста, его документ. До сих пор не оплатил губернатор. Вот, написано, автобусы чистые подать для группы депутатов. А губернатор должен оплачивать вам автобусы? А губернатор оплатить должен, обязан, по закону он. Так он даже посадил туда моих противников, чтобы они сорвали мой приезд. Вот, губернатор, вы сказали ложь, чтобы мои люди проиграли. Это ложь. Абсолютно проиграли. Так, пассификация выборов. Они выставлялись? Все, везде выставлялись. Вот этот человек, это действительно негодяй. Негодяй и преступник. Надеюсь, что-нибудь, что Немцов это сделал. Вот, вот, это все их предприятие, Нижегородский. Это все ерунда. Я понял, что Владимир Вович очень беспокоится проблемой сифилиса. Я вот, когда ехал сюда, в Останкин, я читал журнал, очень интересный, называется. Журнал? Плейбой называется, знаете, выдавали интервью. Журнал там такие журналисты, как и вы. Да, там плейбой. Вот я смотрю, почему же Владимир Вович так это волнует? Оказывается, отвечает на вопрос. Волнуются жители Нижнего Новгорода? Да нет, волнует это вас, вы же об этом говорите. Жители Нижнего Новгорода проблем нет. Я так же об этом говорю, как мы, то, что мы проиграли. Подождите, подождите. Нет, они выиграли, проиграли. Он сфиксировал все выборы, устроил лотерею. А, значит, вы считаете, что были сфиксированы выборы? Полный сфиксификация. Потому что как это фальшивый монетчик, это губернатор фальшивый. Его кто назначил губернатором? Народ избрал его? Ну, у нас всех губернаторов назначили. Нет, за что? Он защищал Белый дом. Сделание в этом. Защищал негодяев в Белом доме. В Белом доме защищал негодяев в августе 1991 года. Значит, вы не прошли все-таки. Не прошли ваши... Все прошли. Значит, не прошли. Все не заняли вторые места. Первые заняли его люди. Полная сфиксификация. Косфиксификация с деньгами, данными на Нижний Новгород. 30 миллионов долларов. Об этом же вся его пресса шумит уже несколько месяцев. Где деньги? Миллионы долларов, которые получила область под гарантию Министерства Финансов. Где ваши деньги? Вы очень много вопросов. Давайте... Вопросов очень много. Вы же воруете. Борис Ефимович, я прошу вас. Подожди, секундочку. Потому что разоренная область. Я очень прошу вас, Борис Ефимович. Вашем суде был. Теперь он хочет со мной. Борис Ефимович, я очень прошу вас. Я прошу вас обоих. Борис Ефимович, я прошу вас. Басаевым нужно расстреливать. Тогда мы вас придем к практике, которая была известна в Верховном Союзе Российской Федерации. Борис Ефимович, отключите первый микрофон. С Белого дома. Борис Ефимович, я прошу вас. И прошу вас, Анатолий Борисович, немножко успокоиться. Сидит в радиофизии. В лабораторию идите. Физикой занимаетесь. Анатолий Борисович, я очень вас прошу. Я же не могу с вами общаться так, как общаетесь вы между собой. Значит, давайте по порядку. Единственный партик, который не дал помещения. А уже выключили? А мы выключили ваш микрофон уже. Так нельзя, не пойдет так нельзя. А, вот так не пойдет. Хорошо, включите. Минуточку, давайте разберемся с сифилисом. Не надо вместить. Сифилис у нас в области. Я понял, что у вас проблемы. Нет журнала, у меня нет проблем. 200 женщин, с которыми вы спали. Кто это сказал? Вы сказали. Вот что? Это правильно переведено, не правильно. Это вы сказали. Журналист. Да есть запись. Журналист. Да не надо про записи. Это не дело каждого. У нас есть конституция. Мы вас вылечим. Не надо лечить нас. У нас два укола и вы заботы. Ну что это, ну, это же негодяи. Ну, подонок. Я прошу прощения, господа, господа. Что ж вы делаете, ну что же вы делаете. Подонок сейчас, я вообще... Ну, Владимир Вольфович, ну, так нельзя, сядьте, пожалуйста. Ну, сядьте, пожалуйста. Как можно, интересно? Сядьте, пожалуйста, оба сядьте, пожалуйста. Как можно? Ну, что ж такое-то? Если ты подонок, такие вещи будут говорить. Ну, что, так же тоже нельзя. Нет, статья Конституции, кто-то запрещает-то делать. Я очень рад, что мы вынуждены прервать нашу программу. Будьте с нами через неделю. Да.